А как он говорил, там молодежи, что многие уклоняются от службы в армию? Ну, от армии он не благословлял отклониться. Это как бы, как он говорил, что Родину надо защищать. Где мы родились, это Родина для нас. Хоть какое правительство Родина свято. Изменять ей нельзя. Желалкина хоть какая там жизнь, но выстоять в своей стране. По-моему, даже царя Николая он приводил пример, что он бы мог уехать за границу, когда вот отказался от престола. Но он этого не сделал. ПЕСНЯ И когда будут восставать, придет время, будут восставать очень верующие люди даже. Даже верующие восстанут на тебя. Он писал, что я не боялась, что помнила все его, что он говорит, чтобы я всегда помнила. И жила так, как он сказал. Даже будет жить в коллективе, и закон не будет выполняться. А ты не слушай. И получается сейчас у меня как бы распри. Если матушка благословляет в праздники работать, а я не иду. Я выгляжу, конечно, уже дезертиром. И считаю себя святой. И ты не хочешь подчиняться. В монастыре самое главное подчинение, послушание ты не слушаешься. Понимаете, вот такое получается. А он говорил, что Господь, закон Господень выше. Если, как он сказал, если тебя заставят капусту садить кверху росками, ты сади. Господь же с неба не надо купить эту заповедь. Это же мирское послушание. Но когда это послушание, и смотришь на закон, а он не соответствует, тогда властям не подчинятся. Иначе так и дойдешь, как и до печати. Так же будут говорить. Ты не подчиняешься, не ставишь там печати или документы вот эти. Мы были с Галиной. Вот трое сидели за столом. Галина говорит, батюшка, я так боюсь до Антихриста дожить, потому что больная, но астма у нее вообще, она слабая. Я так боюсь дожить. Он говорит, Галина, мы с тобой не доживем. А я сижу, ничего не говорю. Он говорит, а Мария еще молодая. Ну да, я. Как понять эти слова? Я не знаю. Или доживу, или что-то таится в этих словах другое. Не знаю. Такое свидетельство нам оставил протеерей Николай Рогозин. Свидетельство Духа. Обо всем этом он говорил еще в 70-х годах. Говорил так, как будто видел это реально, а мы переживаем сейчас. Переживаем и не осознаем, как перевернулись у нас понятия добра и зла. Как оскудела вера не только у народа, но и у пастырей. И вопросы, что же нам делать, как спастись, задают теперь не только скептики, но и мы, христиане. Как будто мы не читали Евангелие, не слышали слов Христа. Аз есм путь, истина и жизнь. Так идите за Христом, не принимайте ничего земного, и вы будете достойными гражданами неба.